Дорогие, привет! Привет, привет, доброе утро! Вообще-то день уже 22-го. В общем, я собираюсь на выставку в наш городской выставочный зал. Накрасила глаза. Ну, короче, я краситься, мне кажется, не умею. Хотя я ходила на курсы по макияжу. Это было в далёкой юности. Сегодня надела свой комплект сапфирами. Сапфирами. Кстати, видео о моих украшениях есть на моём канале. Маленькие камушки. Недорого, богато, а скромненько, но со вкусом. Вообще, сегодня столько дел с утра передела. Во-первых, стираю вот эти вот подушки. Две уже выстирала. Ну, как стираю, блядь. Машинка стирает. Я не знаю, какой я режим выбрала на посудомойке. Три часа какой-то, я не знаю. Загрузила обычную посуду. И она уже её мутозит там два часа. Там, наверное, подушка скоро не выстирается. Три минуты ещё осталось. Третья подушка стирает. Так, надо всё включить. Надо всё включить. Нужно ходить одеваться. С благовещением вас. С благовещением, с благовещением. В общем, смотрите, пудра у меня Евроше. Обычная, рассыпчатая. Вот такая вот ещё есть Евроше. Но здесь она с румянами. Не люблю её пользоваться. Ну, так. Румяна нанесла, не знаю, видно или нет, но при гимном освещении будет видно. Вот эти вот. Тоже Евроше я хоронила, они рассыпались. Ха-ха-ха. Я с губами маленько увлажняться. Накрашусь. Накрашусь Макс Фактором. Этой помадой я накрашусь. Тушь у меня вот такая вот вообще дешманская. Купила её вопкими, что ли. Обыкновенная польская тушь. До августа 2020 года. Действительно. А, хотя я её не покупала. У меня был подарочный сертификат. У меня был подарочный сертификат. Я не знала, что на него выбрать. Я выбрала тушь, порошок. Ну, какие-то мелочи для дома. А я рассказывала, да, про свою пудру. Мэйбелин. Купила, значит, пудру. Она была в спайке. Открываю её, а там треснутое зеркало. Ну, просто вот то, что я её купила в магазине, а там треснутое зеркало. Вернуть её, видите, не предоставилось возможным. Потому что я её открыла спустя долгое время, как я её купила. Потому что у меня была пудра. Я думаю, просто вот так, так, ой, так. Надо её убрать. Какая-то грязь, блядь, везде. Кисть у меня, вот. А, для румян. Я люблю рассыпчатую пудру. То же самое я практически всегда пользуюсь кистью для посуды. О! Кистью для помады. Как я вообще такое могу сказать? Ну, вот видите, рассыпчатая пудра, она теми плоха, потому что она оставляет за собой вот такие вот следы. На самом деле сейчас... Ах! Сейчас покажу. Повешила свою шубу. Сейчас я её просушу. Своего, блядь, хорька. Нет, это не хорёк, это норка. Солнышка сегодня нет, просушу и уберу. Всё. Носить я её уже не буду. Имеется в виду в этом сезоне. А потом-то, да, наверное, надену. Ну, а чё ты? Я не знаю. Куда мне ходить? В пуховике так удобно. Так классно. В общем, мои дорогие, что? А, вчера вечером выстирала вот эту вот свою. Сейчас свалила её на эту. Нужно убирать, убирать зимние вещи, убирать. Подушки стираются. Вот бы ещё как-нибудь окна сами вымылись и балкон сам вымылся. Вот тут я была бы действительно Богу благодарна. А на самом деле всё хорошо. Иду на выставку с благовещением. Только самые лучшие пожелания вам, вашим семьям. Всё, одеваюсь. Но не в этой же обдергайке я пойду. Сейчас я покажу, как я выгляжу. Ну, да посмотрите. Ну, вот это вот что, да? Какая латинская Америка. Какие вот эти вот. Но дома так классно ходить. Я думаю, я всегда хожу как ремок. У меня масса вот таких вот плачев всяких. И я в них рассекаю. И мне так замечательно, так здорово. Завтра опять понедельник. Завтра опять на работу. Всё, люблю, целую. Возможно, что-то с выставки я и буду снимать. Возможно, нет. Потому что я в прошлый раз снимала. Там маялась, ходила с видеокамерой. Кстати, Ирина со мной поедет на выставку. А просмотров было мало. Просмотров, ребята, столько камин скуральский был. Красивый, да? Смотрите. Ну, это... Это даже ни с одной бижутерей не сравнишь. Это красиво. Это красиво. Это красиво. Кстати, я долгое время не носила. Не носила ничего. Прям имеется в виду ювелирные. А, это резиночка. Волосы расчесала. До этого в резинке бегала. Вот так вот волосы замотанные. Как-то тяжело мне было в украшениях. Нет, всё же украшения, они поднимают настроение. Ну, да, конечно. Да. Поднимают. И придают определённый блеск глазам. Так, мои дорогие, наверное, может быть, вернусь ещё к видео, может быть, нет. На всякий случай, пока. Всех люблю. Целую. Всем доброго дня. Доброго дня. Да. Да. А, кстати, на Украине выборы. Я включила так и так мельком посмотрела. Вроде бы нарушений пока никаких не выявлено. Там только один какой-то дурачок пришёл на избирательный участок, выпивший мужчина, и заявил, что у него бомба. Потом выяснилось, что он неудачно пошутил, и его отпустили с миром. У нас бы и фиг отпустили его. После таких слов его бы там затаскали. У нас был случай, кто-то позвонил на телефон и сказал, что заминирован вокзал. Так как у нас автовокзал и ЖД вокзал находятся рядышком, это в городе, не поняли, какой вокзал заминирован. Машинка пикнула. Надо это достать. Не поняли, какой вокзал заминирован. Были люди эвакуированы... О, что-то не прополоскало, что ли? Люди были эвакуированы с двух вокзалов. Так, надо выключить. Ну, такие свеженькие. Кстати, помните, это у меня коробочка-то была, которая порошок нагребает? Я её утопила. Так вот сегодня порошок высыпала в ведро. Достала. И потом выяснилось. Всё выяснили про этого мужика. Тут же установили... Блин, чё это яйка? Тут же установили личность. И, в общем-то, мужику неслабо, нехило пришлось. Наказали его по всем статьям. А сейчас идёт фильм по России 24 про женские колонии. Про женские колонии, вообще про быт, как женщины себя оправдывают, якобы они все не виноваты. Всегда все осужденные в тюрьмах говорят, что они не виноваты. На самом деле, суки, все они виноваты. Представляете, когда я работала в колонии, но я всё же попытаюсь снять отдельное видео, общаясь с осужденными, когда я же ходила в зону на товарку, в качестве бухгалтера, в качестве... Я списывала деньги с их лицевых счетов, и они такие говорят, да, мы типа того же такие парни красивые, высокие, красивые улыбки. Прямо, знаете, вот от них только рожать и рожать. Прямо, знаете, краса... Вот, понимаете, краса нации. Красивейшие парни. Такие фамилии-то ещё такие у них, знаете, красивые, звучные. И я приду в спец отдел, поднимусь, ну-ка, посмотрю, думаю, какое... Вообще, почему он осужден? Хотя мне головой-то было вот... И понятно, что у нас была зона строгого режима, я была сотрудником, и я понимала, что первоходов здесь нет, тут минимум вторая или третья судимость. И, понимаете, потом читаешь личное дело, что они делали. Насилие, это ещё, это ещё, это, знаете, это самое слабое. Убийство, расчленёнка, сокрытие трупов, поджигание, вот знаете, вот это вот страшные вещи. И вот тут женщины, тоже якобы они вот все не виноваты. Да правда, что, ага, не виноваты. Так, полицейских... 14 полицейских пострадали во Франции во время протеста жёлтых билетов. Теракты произошли в трёх церквях и трёх отелях в Коломбо, Негомбо и Батик Коломбо. В Северной Македонии проходят президентские выборы. Франц-пресс. В результате взрывов на Шри-Ланке погибли не менее 35 иностранцев. Боже мой, надеюсь, россиян нет. Международный аэропорт Триполи. Так, курс доллара 63,96. Надеюсь, копеек подешевел. Второй день падает. В общем, мои дорогие, я одеваюсь, одеваюсь, приду. Не знаю, может быть, Ирка ко мне в гости придёт. Надеюсь, что Ирка ко мне в гости придёт. Я не знаю, что я выбрала за режим мойки. Что она там, блядь, такого делает? Ой. Ну и за. Какой-то эко. И сколько она ещё будет, час 49 мыться? Вот этот вот режим. Ну вот я зачем связалась? Вот, господи, зачем? Ну вот я, знаете, по поводу белого вина. Ну нифига мне не зашло. Я больше, я больше, мне кажется, не смогу пить белое вино. Вот всё же, сегодня с утра выпила последние две вот эти вот горошинки. Витамин D у меня был. А вот вы знаете, да, что вот это бонбоньерка. Вообще-то хрустальная штука. Здесь икорочку красную очень хорошо. Очень хорошо ставить на стол икорочку. Святая водичка. Иногда пью. Вот здесь воду не привезли мне. Так я пила эту воду. Всё, мои дорогие, всё. Люблю, целую. Желаю себе насладиться творчеством. Насладиться какими-то новыми эмоциями. Вам тоже желаю. Возможно, я вам расскажу, понравилось мне или нет. Ну да, мне понравится. Сто процентов понравится. Пойду в обыкновенном чёрном платье. Надо же их как-то носить. Ну вот такое вот у меня настроение. Ну и в сапогах всё. Пока. Пока. Всем хорошего дня. Ну-ну-ну-ну.